Вопиющий случай, произошедший в одном из столичных лицеев, сколыхнул всю общественность. Подполковник национального инспектората дорожной полиции избил шестиклассника. Случай произошел в лицее Михая Коголничану, где обучается мальчик. Конечно, это недопустимо. Мы тоже не можем отвечать за каждого родителя. Нервы не... То есть вы его оправдываете? Кого? Нет, ни в коем случае. Никого я не оправдываю. Он извинился, конечно, уже поздно. После избиения ученика доставили в больницу имени Игнатенко в отделении нейрохирургии, где у ребенка диагностировали сотрясение мозга и многочисленные серьезные травмы, что также было подтверждено судмедэкспертизой. Подробности скандальной истории далее в программе «Прямой эфир». Доброго времени суток. Меня зовут Никита Цуркан. Сегодня в «Прямом эфире» мы рассматриваем вопиющий случай, который произошел в Кишиневском лицее имени Михая Коголничану. Что произошло конкретно? 24 марта этого года подполковник Национального инспекториата Дорожной полиции Владимир Карамушка избил ученика 6 класса прямо возле школы. Прошло уже практически месяц и только несколько дней назад информация появилась, средства массовой информации и случай начали рассматривать, начали разбираться, что же на самом деле произошло. Сегодня в нашей студии отец ребенка, которого избили, Константин Тихон и адвокат Анна Урсаки. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Хотелось бы получить, узнать подлинную информацию, что же на самом деле произошло 24 марта, если можно. Да. Ну, конечно, я хочу заявить сразу, что мы очень возмущены. И такой случай, что ни в какие ворота, как говорится, не лезет. Это случилось 24 марта. К сожалению, нас в то время не было в стране. Мы, врачи, были за границей, проходили стажировку медицинскую. И как раз в конце случилось так, что были в больнице, проходили медлечение. Я был прооперирован. Жена была со мной, потому что нуждался в уходе. Родители не сказали, чтобы нас не травмировать. Дорога была дальняя, 4,5 тысячи километров, поэтому пришли сами. И узнали только при приезде. Это было 12 числа. Нам сказали ночью, когда приехали, то, что случилось. Мы сразу на следующий день начали это все разбирать. Случилось как? Это было в понедельник, 24 марта, как сказал, в 7.50, 10 минут. Там начинаются уроки в 8.15. Дети были раньше в школе. Этот отец появился и спросил, кто из них Александр. Так как мне сказали, наш сын ответил, что я встал. Он сидел в этот момент, он встал. Он говорит, я подошел к нему и пальцами засунул ему в нос, в ноздри. Так, поднимая его за нос, ударил головой 3 раза о стену. И потом скрутил в кулак левое ухо. Скрутил так, что до крови у него были раны. И в конце концов это обернулось деформацией наружного уха. И в конце ударил еще и кулаком по... По доброму. Тоже по голове. Вот что случилось. Конечно, мальчик испуган, там дети все видели. Это все было перед глазами тех детей, которые в тот момент были на месте. В этот момент, когда он избивал нашего сына, его сын кричал, папа, остановись, это не тот Александр. Это не тот Александр. Но он продолжил до конца. Он, видно, не слышал, так был занят этим делом. Но кричал, что я отец, я не оставлю это так. И в конце добавил, что если еще кто-то из вас обидит моего сына, я, мол, и с ним тоже самое сделал. Ну, то есть, исходя из вашего рассказа, уже Владимир Крамушка приходил в школу изначально, мысль о том, что он кого-то будет избивать. Уже не столь важно кого. Я тоже, я не человек, который хочет кому-то зла. Но я долго думал об этом, как это все случилось. Значит, человек в понедельник, приходя в школу, значит, у него было два дня. Если было что-то в школе, это было в пятницу, да? Значит, он два дня размышлял, как это сделать, как это провернуть все это дело. Значит, он два дня подумал, в понедельник пришел и сделал это дело с ребенком. Значит, он, как бы, поставил себя на один уровень с ребенком. Это просто немыслимо, я даже не могу оценить это дело, понимаете? Это, наверное, не очень хорошо звучит, но в этой ситуации хорошо, что это закончилось еще. Это не хорошо, но хорошо, что закончилось это только лишь заотрясение мозга, не дай бог, чтобы с ребенком что-то серьезное не произошло. Я надеюсь, что ничего не будет, но могут быть в любом случае, могут быть какие-то осложнения. Потому что у нас, к сожалению, в нашей стране, не знаю почему, но это не рассчитывает. Значит, травма, что взрослый, что ребенок смотрит, какие там ушибы, там, не знаю, все и выделяет. Но надо судить этот ребенок, который только сейчас, он в росте, да, это может случиться какие-то проблемы. У него там нашли на рентгене подвывих шейных позвонков, это может отразиться потом на его рост, на нейрологические какие-то расстройства, могут быть, не знаю, после травмы, нет, но есть. У ребенка проблемы с глазками, ему хотели прооперировать, решили консервативно лечить. Сейчас с этими травмами опять неизвестно, как это отразится. Кто может сказать потом, что это после травмы или не связано с травмой? Никто не скажет. Тем более момент психологический не считается, что у ребенка травма, психическая травма. Но насколько обладаю информацией, итогом избиения стало сотрясение мозга, вывих шейного позвонка, многочисленные ушибы и гематомы. Да, и деформация под травматическое наружное ухо. Хотелось бы спросить у адвоката, связывались ли вы как-то с отцом, давал ли он комментарии, принес ли он какие-то извинения, выходил ли на связь вообще? Нет, он не выходил на связь и, скорее всего, не выйдет. Я уже с точки зрения опыта работы по подобным делам скажу вам, что характер преступника, как правило, обозначается в первые несколько дней после начала уголовного преследования или после того самого события, из-за которого началось это уголовное преследование. Если человек не имел мужества сразу, успокоившись, признаться в том, что он сделал, найти родителей, оплатить лечение, извиниться, а самое важное поговорить с этим ребенком, разве навсегда покончить с его страхом, что какой-нибудь взрослый дядя может еще раз безнаказанно прийти и его побить? Если это не сделал в первые дни преступник, а я намеренно говорю преступник, невзирая на любые презумпции, на то, что будут кричать его адвокаты, я вам говорю, что это преступник. Это человек в погонах, это офицер, это позор всего офицерского состава. Я вспоминаю времена Советского Союза, когда над такими людьми в первую очередь был товарищеский суд. Я бы призвала в первую очередь его коллег осудить серьезнейшим образом поступок этого коромушки и, конечно же, руководство МВД в первую очередь, не дожидаясь того, что решит уголовное следствие, уволить его из органов. Это в первую очередь. Я впервые за свою практику так сильно волнуюсь, когда говорю о каком-то деле, который я веду, потому что я не могу сейчас абстрагироваться от осознавания того, что я тоже мама. Я сейчас не могу быть просто адвокатом. Честное слово, я представляю себя, через что прошел ребенок, и меня берет дрожь. И точно так же, такую же реакцию имели все абсолютно люди, с которыми мы входили в контакт, которым мы рассказывали абсолютно просто в ужасе эксперты, в ужасе врачи, в ужасе полицейские. Они, правда, стараются это не показывать, потому что их обязывает какая-то вот коллегиальная определенная ихняя, я не хочу назвать это этикой, я даже не знаю, как это назвать, да, определенные правила, поведение, ввиду которых они должны быть лояльны своему сотоварищу. Я не видела еще ни одного прокурора в этом деле, сегодня в 4 часа нам надлежит явиться в прокуратуру, и впервые за все эти недели молчания и бездействия прокуратура наконец-то возбудит уголовное дело. Только сегодня, да? Только сегодня, да. И к большому моему сожалению, я связываю это только с тем, что изначально был поднят социальный резонанс этого вопроса, и начала пресса просто рассказывать об этом деле. Иначе я не даю стопроцентной гарантии, что органы отреагировали бы именно так, как сегодня уже все происходит. Присутствие адвоката, то есть меня, любого другого на моем месте, опять же немножко подвинуло дело. Просто родители, просто сам факт произошедшего. Я боюсь, что остался бы безнаказанным в случае, если вот не случилось бы то, что уже произошло. Логичный вопрос, как мне кажется и у меня, и у всех, кто смотрит. А чем занималась три недели почти месяц МВД? Укрывательством. Ну то есть, когда приезжает скорая помощь, она была на месте, насколько я знаю. Она должна отчитаться перед Министерством внутренних дел, что произошло перед полицией, что произошел факт избиения ребенка. Должны в курс ввести дело директора, преподавателей, учителей, которые есть в школе. И для меня странный тот факт, что три недели никакой реакции не было вообще. Я здесь хочу объяснить очень важный момент. Я постараюсь не сильно загружать юридические термины, чтобы зритель понял нас. Все дело в том, что по любым преступлениям, которые совершаются в нашей стране, у органов следствия, а также прокуратуры существует два регистра. Называется регистр номер один и регистр номер два. В регистре номер один регистрируются преступления, которые идут на проверку до возбуждения дела. Это считается информацией, которая реально веская и может действительно повречь за собой возбуждение дела. В регистре номер два собираются все, что угодно. Любые сплетни, анонимки, какие-то информации и все прочее. Как правило, нахождение дела в регистре номер два означает практически невозможность возбуждения дела. Или в очень редких случаях переход в регистр номер один, а после этого уже дело. Так, заявление скорой помощи о том, чтобы подросток был избит, находилось во втором регистре. Да, абсолютно верно. При этом оправдание полицейских проводится через тот факт, что нет еще окончательного решения судебно-медицинской экспертизы. И только после определения степени тяжести повреждений, нанесенных ребенку, можно будет решать, есть ли уголовный состав в этом деле. И следует ли это дело переводить в первый регистр, а за ним уже уголовный. Но есть решение судебной экспертизы. Решение судебной экспертизы на сегодняшний момент тоже еще не готово, потому что экспертам понадобилось, здесь экспертов мы винить не можем, им понадобилась стационарная карта больного. Они должны были понять, что через что пошел ребенок, что точно установили врачи, которые госпитализировали подростка. Ведь он не просто отделался какими-то синяками. Ребенок лежал 10 дней в больнице в неврологии. И там ему проводили, оказывали медицинскую помощь. Именно поэтому эксперты еще не дали свой вывод. Однако в уголовном кодексе, что касается причинения тяжких телесных повреждений, есть одна отягчающая, которая неизменно, независимо от того, какие будут повреждения. Это отягчающее называется нанесение телесных повреждений несовершеннолетнему. Деяние, умышленно совершенное против несовершеннолетнего, наказывается в любом случае. Поэтому никаких причин для нахождения дела в регистре номер 2 не было изначально. Невзирая на то, готова экспертиза, не готова, что скажут врачи. Да врачи могут сказать, что у него ничего нет. Один синяк может быть, этого достаточно. Агрессия, пытки, физическое и психическое унижение. Это и есть преступление. И преступление, совершенное против несовершеннолетнего, это отягчающее. Поэтому прикрываться сейчас и оправдывать собственное бездействие тем, что, дескать, врачи не дали вовремя вердикт, это просто пыль в глаза, это для людей, которые не понимают. И поэтому я считаю своим долгом это объяснить, для того, чтобы люди тоже знали. К сожалению, когда речь идет о высокопоставленном чиновнике из МВД, вот у нас бездействие. В продолжение вашей темы очень странно на это смотреть. Недавно совсем МВД заявлял о том, что они провели серьезную реформу в своих рядах, что остались только самые достойные, что все люди, которые, весь офицерский состав, все подчинение прошли серьезное переквалифицирование, и теперь полиция у нас в стране достойная. После такого факта, честно говоря, это вызывает большое сомнение, достойны ли это люди. Не про всех, но это странно, как минимум. Хотел бы задать вам вопрос, Константин. Разговаривали ли вы, либо ваши родители с учителями, с которыми в школе, с директором, может быть, что они говорят? Это тоже... Надо сказать, что мы не имеем претензий к школе. Там в школе сделали все, как полагается. Во-первых, было раньше времени начала учебы, было раньше семи, когда только подходят учителя в школу, и они сразу же заявили в полицию, сразу заявили, сразу позвонили бабушке и вызвали. Значит, первую медицинскую помощь они там в школе оказали, да, верно. Значит, претензий к ним не имеем. Мы говорили с директором, говорили с классным руководителем. Ну, они, конечно, тоже самое, очень шокированы этим фактом. Там, что могу больше сказать. А ребенок, вот, как я понимаю, общались ваш ребенок и ребенок-кормушки, они в одном классе, как минимум, учатся и общаются между собой. Как они между собой? Да, наши дети, потому что у нас два ребенка в том же классе, да, они только 4-й месяц, как в этом классе, он даже его, как бы, помогал этому. Он рост там ниже чуть-чуть, ребенок-кормушки, и он отводил других ребят от него даже. Он защищал? Защищал, да, он, как бы, считал его другом, там, не знаю, так. И вот, в конце концов, вернулось так, что именно он попался на такое насилие. А ребенок, разве может быть, ваш ребенок ходит в школу уже, или он еще лежит в больнице? Ну, он начал на этой неделе ходить в школу, да, потому что есть определенные там, надо сдавать зачеты, потому что разные... Не пропускал. Да, не пропускал. Говорю, что он целый год был с нами, учился за границей, и поэтому он вынужден сейчас даже... Адаптироваться. Нагонять программу, да. Поэтому... А ребенок-кормушки, он общается с вашим сыном? Не владеете в этом? Ну, в данный момент они же дети. Конечно, он, как бы, подходит к нему, что-то там... Ребенок извинился, сказал что-то по поводу отца, а нет? Нет, я понял, что нет. Все как было, так и как будто этого и не было, да? У меня вопрос, какие шаги вы планируете предпринимать дальше, как вы видите развитие этого дела, и чего вы хотите добиться, кроме справедливости? Ну, конечно же, в первую очередь уголовного преследования против карамушки по статье 152 Уголовного кодекса. Это именно есть нанесение телесных повреждений по той отягчающей, о которой я говорила, то есть действие совершенное именно в отношении несовершеннолетних. Что грозит в случае приведения? Там есть и лишение свободы. Значит, как правило, практически все статьи в Уголовном кодексе имеют три вида санкций. Это штраф, это работа в пользу общества и это лишение свободы. В данном случае там тоже есть лишение свободы. И несмотря на то, что он приведет кучу хороших характеристик, свою прекрасную биографию как офицера, я, конечно же, буду добиваться именно реального лишения свободы. Потому что по другому обществу мы никак не ответим, что наши дети защищены. Нам хватает уже жутких примеров последних лет, когда отпускают убийц, насильников, продавцов наркотиков и все прочее. Нам хватает примеров того, что просто в обществе среди молодежи распространен лозунг, что если у твоего родителя есть деньги, если у тебя есть деньги, ты можешь откупиться. Это, во-первых, позорит и уничтожает самоузначимость уголовного преследования в органах как таковых, прокуратуры, унижает их. Я не знаю, почему им не унизительно это о себе слышать, почему это должны говорить люди о них, адвокаты, судьи, не знаю, любые другие участники этого процесса. Почему им самим не противно от того, что общество считает их просто продажными? Конечно же, я должна оговориться, речь идет не обо всех, но один такой кормушка бросает очень сильную тень на всю систему. И столько времени, сколько, отвечая на ваш вопрос, что мы еще хотим, кроме уголовного преследования, конечно же, мы будем добиваться любой ценой его увольнения из органов. Это однозначно, и я думаю, что я уже написала соответствующее ходатайство во внутреннюю безопасность МВД. Они обещали разобраться. Более того, спасибо вам за реакцию. Также другие ваши коллеги из других телеканалов тоже отреагировали. Поэтому повышение социального резонанса этого дела, конечно же, обяжет сотрудника внутренней безопасности прореагировать по закону. Даже совсем не обязательно нам писать, хотя мы такое прошение сделали. Они должны дать ноту и эту ноту положить на стол министру. Я взываю просто господину Ричану, чтобы, посмотрев ваши репортажи, репортажи других телеканалов, ознакомившись с материалами, которые приложены к нашей жалобе, он принял единственное верное решение. Это увольнение из органов кормушки Владимира. Вы, может быть, встречались с какими-то представителями МВД, помимо коромушки, если были такие встречи, как они реагируют на это дело? Вы знаете, никто из нормальных людей не может хорошо реагировать на это дело. Другое дело, что мы заметили, конечно, есть такая корпоративная у них, я уже говорила в начале передачи об этом, позиция, чтобы не очернять и не сильно рассказывать о своем коллеге. Другое дело по закону, они не могут сейчас вести это дело. То есть мы вчера с ужасом обнаружили, что кроме нахождения дела в регистре номер 2, оно еще просто пылилось полицией. Ему нечего там делать полиции этому делу, потому что полиция, комиссариат сектора Рыжкановки, есть не что иное, как подведомственный МВД орган, такой же, как и инспекторат дорожного патрулирования, где работает кормушка. То есть это две структуры, находящиеся под эгидой МВД. Соответственно, конечно же, одна структура против другой дело вести не может. Кроме того, по признаку наличия несовершеннолетнего в этом деле, это дела исключительно компетенции прокуратуры. Поэтому дело, пускай даже в этом позорном втором регистре, должно было лежать в прокуратуре, а не в милиции. То есть этот факт позволяет мне уже сделать собственный вывод о том, что убавали на то, что, может быть, родители не сразу приедут из-за границы, может быть, не сразу узнают, может быть, и бабушка не сразу примет меры, хотя бабушка в первые дни написала самостоятельно, без никакого адвоката, сама все сделала, очень хорошие жалобы, очень грамотные, очень правильные, потому что она писала их из души. Можете себе представить состояние этой бабушки, которой доверили ребенка, он пошел в школу, а вернулся посредством скорой помощи и оказался в больнице. Я буду призывать, бабушка писала парламентскому адвокату, я буду просить содействия парламентского адвоката по правам несовершеннолетних, потому что маленькому Саше должна будет обязательно быть оказана помощь общественная, он должен расти и не бояться. Повторение такого случая я уже повторяюсь, но я это говорю как мать тоже школьника, как у меня большая семья, у всех у них тоже есть дети. Я просто боюсь себе представить на секунду, что пережили эти люди, родители, а что пережил малыш, я даже не хочу себе просто представлять. Вот в связи с этим у меня вопрос к вам, Константин. Как Саша себя чувствует, мальчик? Как у него... В данный момент он еще продолжает лечение, он принимает дома лекарства. Есть головокружение, есть... Ну, он более апатичный. Видно, что все-таки это... Пока он... Он еще в процессе реабилитации, понимаете, психологически. Вот про психологическую. Как он вообще боится, может быть, там, не знаю, ходить в школу? Может быть, у него какая-то боязнь, и, не дай бог, как взрослым, что они могут какое-то насилие совершить против него? Ну, скажем так, не было много времени так, чтобы с ним обсудить это. Но я замечал, что... Он спрашивал, мол, не может быть такой, что кто-то, не знаю, еще за это... Будет искать какие-то возможности, там, агрессии над ним или что-то такое. Они сразу спросили такое дело. Потому что они боятся... Повторение. Да, того, что случилось, не знаю, столько-то разговоров, звонков, и они, конечно, чуть-чуть реагируют на это стрессом, реагируют. Но это нормально. Можно я скажу? Вот просто в продолжении того, что говорит сейчас папа Александра, я вспоминаю репортаж ваших коллег с другого телеканала. Там были опрошены детки, коллеги по классу Александра. Две девочки дали абсолютно четкие показания по поводу того, как все происходило. Описали почти подробно все эти ужасы, да, про нос, за который он его поднял в воздух, про удар головой об стену, про удар кулаком. И одна из девочек сказала, что этот мужчина угрожал всем детям, что такое же будет с каждым из них, если вдруг обидят его сына еще кто-нибудь. А вторая девочка сказала, мы очень боимся. Вот это еще один месец, который я хотела бы дать в данном случае посредством вашей передачи. Это совершение преступления общественно опасным способом. Понимаете? Запомнил его. А от того, что сделали Саше, пострадали и другие дети. Шок был у его одноклассников, наверное, в равной степени. Просто у Саши был еще и болевой. А психический шок был у всех детей, которые это наблюдали. Потому что любой из детей отожислял себя Саше в тот момент. Пришел взрослый здоровый дядя и делает с этим ребенком все, что хочет. На глазах у его одноклассников. И девочки абсолютно ясно сказали, мы боимся. Я на месте родителей этих девочек поднимала бы очень серьезные вопросы по отношению к нахождению Антона Карамушки в этом классе. Я хотел задать вопрос. Администрация школы никак не реагировала. То есть, если от детей поступают какие-то дети... Скорее всего, дети обсуждали этот прецедент с родителями. Я знаю, в каждой школе есть родительский комитет. Может быть, стоит поднять тогда вопрос о нахождении. Ребенок, хотя, если так... Ребенок не виноват, конечно. Мы, как родители, тоже ничего не имеем против ребенка. Не виноват. Ребенок есть ребенок. Но папаша, конечно же, сознательно обрек и ребенка своего настрадания. Мне очень жаль его семьи, конечно. Очень жаль. Я как человек думаю, как сейчас пойдет против его ребенка. Не знаю, есть там еще дети у него или нет. Но это страдание в семье. Он сам себе сделал. Но я хотел добавить к другому вашему вопросу. Вы говорите, как дети. Если ребенок сейчас понимает, я вот не обсуждал, но если не понимает, что милиция, милиционер из органов может создать такие проблемы. Как он потом будет смотреть на этот мир? Кто права у нас защищает, получается? Если сам милиционер делает такое, кому родится? И остается причем еще безнаказанным. Вот проблема, где находится. Не знаю, что было со школой, как это будет, как с ребенком карамушки. Я говорю, мы ничего против не имеем карамушки и ребенку. И не хотим, чтобы он поминал школу или класс или что-то в этом роде. Пусть это будет так, как решат они, как родители решат. Я буду запрашивать мнение школьного психолога для этого процесса однозначно. Мне очень интересно, что скажет школьный психолог относительно психического, психологического климата в этом классе. Потому что однозначно психолог должен теперь поработать с детьми для того, чтобы восстановить между ними доверием, восстановить между ними дружбу. Даже тому же Антону Карамушке сейчас нужна, наверное, помощь больше, чем Саше или тем девочкам, которые рассказывали нам про свой испуг. Потому что мальчик несет на себе бремя вины отца, собственной невозможности исправить ситуацию, потому что он ничего не может сделать. И, вероятно, каких-то последствий или ненависти, или опасений одноклассников, которые однозначно не могут хорошо к этому относиться. Да, и психологические дети сложнее, чем взрослые. Мне очень жалко ребенка Карамушки, честно вам скажу. Замыкаются, да. И в данной ситуации я не понимаю, где роль матери. Честно вам скажу, если бы такое сделал мой муж, я бы на второй день заявила сама. Для того, чтобы помочь своему ребенку, реабилитировать имидж своего ребенка, помочь ему дальше интегрироваться в этом классе, развиваться и быть не в ответе за действия своего отца. Я не понимаю, где сейчас мать. Мы так скачем по темам. Хотелось задать вопрос. В СМИ появилась также информация о том, что вас вам, как отцу, звонили люди, просили замять дело, забрать заявление, как-то приостановить весь процесс. Хотел бы тоже узнать, действительно ли это так, либо это уже догадки. Именно со мной никто не связывался. Я хочу вот в этот момент сказать пару слов. У нас в стране действительно коррупция еще не до конца, как говорится, закончена. Но есть люди еще, которые чего-то хотят и стремятся к хорошей жизни, к хорошей отношению в этой стране, к Евросоюзу, к каким-то нормальным условиям. И я очень рад, что вот мы нашли такого человека, это наш адвокат, Дональд Шуара. Потому что она практически без никакого интереса, я вот говорю вам, даже мне странно, без интереса, вот она именно идет на все, чтобы это дело довести до конца, не смотрит на какие препятствия, на какие-то претензии. И даже не реагирует на те предложения, очень аппетитные, я хочу сказать, с этой стороны. Она не реагирует и идет вперед. Прецеденты были, что к вам подходили? Ко мне нет, ко мне нет. Да, в отношении у меня были прецеденты, однако до личной встречи не дошло. Я пресекла это на уровне телефонных разговоров. А кто из них секретный? Знающих, выходили, я не смогу сейчас назвать, не хочу просто навредить этим людям, значит, это люди не из органов, это люди из других структур, по всей видимости, как-то или родственные, или приятельские, связанные с карамушкой. То есть просили приостановить дело? Никто из МВД мне не звонил, однако звонили, по всей видимости, его друзья-приятели, пытались отговорить меня просто отступление в дело, показав, допустим, что как адвокат, я могла бы иметь совершенно другой гонорар, находясь на противной стороне. Что абсолютно исключено. Знающие мою практику люди прекрасно понимают, что я буду идти до конца. У меня есть хороший, я считаю, правильный опыт по делам, где я защищаю именно потерпевшую сторону в уголовном процессе. Однако, повторяюсь, впервые со мной такое, я никому не желаю впредь пережить то, что переживают эти мамы с папой. И рядом с ними я чувствую себя и обязанной за Александра теперь, и за то, чтобы восстановить справедливость в отношении него. И каждый раз чувствую себя одновременно с этим мамой другого мальчика, который тоже учится в школе. Поверьте, это только усиливает мое желание наказать кормушку. От себя лично хочу пожелать вам успехов в этом деле. Надеюсь, что наши коллеги из других телеканалов, из информационных новостных порталов поддержат вас и будут доносить действительно правильную информацию обществу, для того, чтобы знали, как продвигается это дело. Всего хорошего. Надеюсь, что все закончится хорошо, все справедливость восторжествует. Напоминаю вам, сегодня мы в студии, в прямом эфире рассматривали вопиющий случай, который произошел в одном из кишневских лицеев, когда подполковник полиции Владимир Карамушка избил ученика 6 класса на глазах детей прямо перед дверями школы. Спасибо и всего хорошего. И вам спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok